привет друзья представляю вашему вниманию нож links рысь от ивана брагинца в исполнении real steel real steel иван брагинец нож номерной из премиум материалов с 35 вен титан карбон керамика все как полагается давайте пройдемся значит этот нож я видел когда он еще проектировался изначально иван планировал его выпустить в бюджетном варианте я к нему честно говоря отнесся достаточно прохладно нейтрально я бы сказал но когда он вышел премиум исполнении хочешь не хочешь а глаз цепляет вот бэкспейсер мощный такой титановый стеклобой с керамическим шариком клипсы как я люблю очень красиво титана в этот карбон обработанный я честно говорю люблю такой прям цыганщина чтобы он блестел но многие любят матовый он еще был останавливал руку вот в руке очень удобный такой прям вот такой очень дружелюбный везде так фаски так мощность меня ты смотри тоже нож к сожалению не мой поэтому я его могу только показать тестировать я его не буду так здесь у нас сухая с керамикой видно разбирать его к сожалению тоже не могу вот так значит вот так вот он закрытой давайте начнем с коробки привод в такой коробочке real steel дела откроем ее макулатура с подписью ивана так здесь на салфетка и в общем то все коробочку в общем то убираем так еще раз по материалам значит с 35 вен карбон хороший очень качественный титан керамический шарик стеклобоя глубокая клипса керамический шарик до тента и керамика в силу вот интересно очень площадка под палец обработана я бы сказал что вот это очень хорошее решение она останавливает палец в любом направлении приятно не раздирает и останавливает хорошо то что ну так весит он 104 грамма толщина клина у нас я намерил три с половиной и сведение 0 5 переходящая кончику в 0 6 то что на вот эргономика достаточно удобно в руке очень хорошо механика вполне тоже клинок достаточно легкий поэтому вот это вот падение она так скажем очень мягенький такой вот значит его можно открыть за плавник плавничок такой небольшой я честно говоря вот как раз сторонник таких небольших плавников чтобы они очень сильно не выступали сюда я даже на некоторых китайцах подрезал плавник вот так что здесь меня вполне это устроит некоторые скажут что слишком маловат плавничок но мне кажется нормально вот его можно также открыть за углубление углубление очень интересно обработано у него здесь есть такая фасочка покажу и особенно не видно но в общем такое ощущение что здесь прям вот такое небольшое углубление внутри сделан такой полукругом то есть оставлена специально фасочка для того чтобы можно было захватить пальцем можно и так его открыть и вот так выбросить я бы даже сказал что это фаска такая острова то немножко вот значит что у нас еще режет очень плохо но я вот только продукт порезал пострадать к сожалению я не могу но сейчас повторяю сниму клипса отличная хорошо пружинища на день к на кармане тоже хорошо сидит замочек у нас заходит на самое начало хорошо вот ночи плюсы и минусы минус без сомнения это цена цена у него что-то время 200 долларов плюс и все остальное ну может быть из кому-то покажется маловат плавник то есть может быть кому-то кто-то скажет что плавник малого мне вполне в принципе нормально что еще из он производит впечатление вот есть такие ножи которые производят впечатление такого как будто он из пенопласта сделан то есть он очень невесомый у него центр у нас баланс вот здесь чуть пониже но в руке вот он производит впечатление такого как раз пенопластового ножа то есть невесомого совершенно но при этом он достаточно крепкий такой мощный карбон плюс мощный бэкспейс и он такой прям бух крепенький вот так же может быть мне бы я придерусь все таки придерусь вот к этому месту это фаска видите то есть она снята но снята очень так вот за этой снятой фаской внутри есть еще одна фаска и она прям вот она острая туда в принципе никак палец не подлезет но вот все таки я придерусь вот 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 такой вот ножичек получился интересный премиум исполнения я бы сказал что это даже премиум исполнения другого популярного ножа и ножа который мне кажется в данный момент это лучший нож от ивана боргинца который у меня есть это рокот вот этот нож мне очень нравится прям вообще супер вот вот этот нож принципе это можно сказать премиум исполнение его все он очень близок к нему именно по габаритам давайте положу всем примерно то же самое но материалы уже более дорогие соответственно цена более дорогая а так тоже самое глубокая клипса большая режущая кромка давайте померяем ну вот видите одинаковая практически режущая кромка рабочая ручка ручка у него чуть-чуть побольше урок это она по по компактному давайте и закрытом состоянии по мере ну немножечко побольше но все-таки мне кажется что это в принципе вот премиум рокот так давайте я его сравню с крысой так вот для того для понимания габаритов так и давайте как полагается как нам все таки вот так рабочую область у нас побольше чем у крысы так вот так и ручка у нас примерно такая по толщине по пухлоте она даже при попухлее чем моя тюняная крыса да кстати давайте рокот тоже сравним его как бы пухлоту да он попухлее рокота будет рокот ближе как раз вот по толщине с крысами даже вот да не близки к рысь она попухлее бы вот вот такой вот ножичек вышел в принципе хорошая штука но это в общем игрушка не моя вот поэтому единственное что я на что я получил добро это порезать продукты так что в общем то вот такая игрушка премиум рокот на мой взгляд ну может кто-то скажет нет вот давайте порежем продукты и на все и и а и 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 В этом и сказке конец, а кто слушал, молодец. Под видео ссылка на инстаграм автора, переходите, посмотрите, что у него еще есть интересного.